Каждый ученик знает, болит голова или живот, путь один прямиком в медицинский кабинет. Здесь поставят диагноз или, если болезнь воспаления и хитрости, отправят обратно на урок. Вот только в мире взрослых вопросы гораздо серьезнее, насколько безопасно отправлять ребенка в школу и окажут ли ему здесь необходимую помощь в случае форс-мажорной ситуации. Однако ЧП здесь, в 7-й общеобразовательной школе, бывают не часто. Врач рассказывает, в основном в медкабинет обращаются с жалобами на головную боль, насморк, ссадины или ушибы. Такие вопросы решают прямо на месте. И все же на ЧП нужно быть всегда. Как говорится, головой за здоровье каждого ребенка отвечают сразу несколько ведомств. Естественно, наверное, больше всех ответственность ложится на врача и на руководителя учреждения. Но по результатам каждого происшествия проводятся служебные расследования в школе и выясняются причины случая. Но, естественно, сначала ребенку оказывается первая медицинская помощь. Документально работа медицинского кабинета основана на договоре между школой и поликлиникой. В соответствии с этой бумагой помещение и оборудование передается медицинским учреждениям образовательному в безвозмездное пользование. Перед вводом в эксплуатацию все кабинеты проходят тщательную проверку. Департамент здравоохранения совместно с департаментом образования активно занимался лицензированием каждого кабинета, чтобы соответствовало порядкам оказания медицинской помощи. И на настоящий момент у нас отлицензировано 297 медицинских кабинетов в школах и 204 медицинских кабинета в садах, что соответствует практически полной потребности наших учреждений. Кирилл Ивкин учится в восьмом классе. В медицинском кабинете гость нечастый. Однако в случае недомогания, рассказывает юноша, протаренной дорожкой идет именно сюда. Сначала меряют давление, потом дают таблетки, если это нужно, а потом, если сильная головная боль, отпускают домой. Насколько хорошо тебе оказывают услуги? Если по десятибалльной шкале, то 9 из 10. Медперсонал здесь привык ко всякому. Симулянтов хватает. Вот только если ребенку действительно требуется медицинская помощь, первым делом хватаются не за шприц с лекарством, а за телефон. Мы обязательно звоним родителям. Если родители согласны, то есть мы можем оказать неотложную помощь ребенку. То есть при высокой температуре сделать жаропонижающее. Если родители, конечно, согласны. Без согласия родителей мы ничего не делаем. Набор лекарственных препаратов весьма скудный. Лечить детей в прямом понимании этого слова в школе запрещено. Разрешено помогать, а точнее оказывать первую медицинскую помощь. У нас в основном инъекционные препараты для неотложной помощи. То есть таблетированные препараты, кроме активированного угля и жаропонижающих, у нас ничего нет. Мы не имеем права ими пользоваться. Основной проблемой в данной системе остается кадровый вопрос. По информации департамента, на тысячу учащихся необходим один врач. На 500 по одному фельдшеру или медсестре. Всего в медицинских кабинетах образовательных учреждений региона на данный момент работают 827 сотрудников, не хватая как минимум 80. Как говорят в департаменте, за прошедшую неделю текущего учебного года никаких ЧП в школах не происходило. Остается надеяться, что последующие 9 месяцев пройдут так же спокойно. Полина Понасицкая, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.